Копейка рубль бережет. Эта поговорка вполне применима к акции, которую по всей стране проводит Центральный Банк России. Он предлагает всем гражданам сдавать ненужную мелочь. Как это сделать и что можно получить взамен, выяснял Роман Быков. По данным Центробанка, сейчас в обороте в стране находится почти 72 миллиарда монет. Если разделить их между всеми россиянами, каждому достанется примерно 500 штук. Это полтора килограмма или около 850 рублей. И все больше и больше из них остается просто дома. Мелочь, которая оказывается в руках у населения, чаще всего не возвращается опять ни в магазины, ни в банки. Оседает дома в банках, в вазочках, пылится и, в общем, оказывается, никому не нужна. А кредитные организации и банки, и магазины, и торговые сети очень страдают без мелочи. Чтобы извлечь монеты из стеклянных банок граждан, ЦБ решил прибегнуть к помощи банков коммерческих, куда и предлагается нести мелочь. В Тверской области это можно сделать в 25 муниципалитетах. Разменять монеты здесь может даже не клиент банка. Но вот, например, я у меня как раз вот тоже скопилось, даже не знаю сколько, вот пригоршины целая монет. Причем, с самого раза достоинство, вроде даже копейки есть. И вот сейчас как раз мы их и поменяем. Здравствуйте. Таким образом, к счастью, конечно, монеты не получилось обменять, потому что, как выяснялось, как мне дедушка подсказала, оказывается, в каком-то магазине мне на сдачу дали монету еще 93-го года выпуска. Но, тем не менее, часть монет все-таки сдал, что тоже полезно, потому что кошелек уже рвался, что называется. То есть получается, что нести лучше сумму, кратную десяти. Иначе некоторые монеты вы получите обратно вместе с купюрами. И, кстати, не обязательно с ними. По желанию взамен можно получить и что-то на память. Если сумма 500 рублей, мы даем в подарок новую банкноту номиналом 100 рублей образца 2022 года, либо 25 рублей юбилейная монета. А при сумме монет от 1000 рублей выше еще дополнительный сувенир от банка. Монетная неделя будет идти вплоть до 8 октября включительно. А что касается жителей Тверской области, то узнать, какие именно отделения банков принимают мелочь, можно по этому QR-коду. Так что, как говорил Остап Бендер, с деньгами нужно расставаться легко. В данном случае с металлическим.